Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, в котором мы расскажем о жизни Жени Кузина и Саши Артёмовой после Дома-2. Бывший участник проекта Женя Кузин считает, что он выполнил главную задачу Дома-2. Сейчас за периметром у Жени и его возлюбленной Саши Артёмовой совершенно другая жизнь и другие цели. Кузин на протяжении многих лет был одним из самых популярных участников Дома-2. Он успел там построить семью с Ритой Огибаловой, которая родила от него сына. Затем он развёлся и нашёл новую любовь. О своём окончательном уходе с проекта он объявил в июне. Именно тогда он вместе со своей девушкой Сашей отправился проведать сына Митю на киборг, бывшей жене. Рита Марсо живёт сейчас вместе с семьёй на Средиземноморском побережье. Кузин говорит в интервью, у нас всё отлично, мы выполнили главную задачу Дома-2, построили любовь. Уход с проекта был осознанным, я хотела этого. В 2008 году я сидел на лобном месте рядом с Винцеславом. И в 2016 году я также сидел на лобном месте с Винцеславом. Я рад, что принял решение уйти. Сейчас моя жизнь наполнена яркими красками, которые я ранее не замечал. Подруга Жени, Саша Артёмова, находится в поиске работы. После того, как девушка покинула проект вместе с любимым, у неё не осталось возможности для заработка. Сам Кузин проводит корпоративы и свадебные мероприятия, пока он является главным добытчиком в этой будущей ячейке общества. Пара собирается пожениться, но пока отложила этот вопрос на неопределённый срок. Впрочем, у Жени и у Саши нашлась финансовая возможность поехать в отпуск на Кипр, ведь именно там проводит лето сын Евгения, Митя. Будущей и бывшей женам Кузина удалось поладить на острове. Мальчик даже подружился с Александрой. Артёмова рассказывает в интервью, «Я искренне полюбила Митю. Мне приятно, что он хорошо ко мне относится». Кстати, у Жени и Риты складываются дружеские отношения. Женя не только платит алименты, но и не скупится на подарки, помогает материально по мере возможности. А Рита регулярно присылает фотографии сына и рассказывает, как у него дела. Недавно Саша решила попробовать себя в бизнесе в сфере красоты. Она объявила, что вместе со своим стилистом открывает школу красоты. «Собственно, делюсь планами», – пишет Саша. «На каждую фотосессию и на каждый мой выход в свет меня делает только лучший визажист и по совместительству моя подруга. Мы подумали и решили открыть с ней школу красоты, где можно учиться профессиональному макияжу и красивым прическам. Я буду присутствовать на каждом занятии». Ходят слухи, что Кузин и Артемова скоро вернутся в периметр проекта «Дома-2». О возвращении пары на поляну в видеотрансляции сообщил Андрей Черкасов. По словам Андрея, Саша и Женя придут уже в новом статусе. Предположительно, они станут ведущими «Дома-2». Продюсер «Дома-2» Алексей Михайловский рассказывал, что очень скоро на проекте будет прямой эфир с действующими героями, с которыми можно будет поговорить по телефону, задать кучу вопросов, высказать свое мнение и так далее. Он уточнил, что вести эту программу будут бывшие герои телестройки. Продюсер не стал называть имена счастливчиков, но теперь уже понятно, что на этом месте он видел Женю и Сашу. Не все зрители обрадовались таким переменам. Многие считают, что Женя и Саша не смогли найти себе достойного занятия в реальной жизни, поэтому фактически приползли обратно к кормушке. Ну а на самом же деле, ребят ждет очень интересное дело. Для них это возможность доказать, что у них действительно есть талант. И если у них получится работать ведущими, то это сулит им отличную карьеру на телевидении. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.